Всем привет, друзья! Вы на YouTube-канале компании Priority Auto. И сегодня я хочу вам показать, по моему мнению, самый красивый универсал, настоящий самурай. Это Toyota Prius Alpha. Субтитры сделал DimaTorzok 63 см. Рестайлинг. У нас сегодня рестайлинг, который выпускается с 2014 года. И вот здесь, именно по моему мнению, автомобиль стал самым-самым-самым красивым, самым удачным в разделе универсалов. По ходовке же здесь все как элементарно, надежно, просто, как у Toyota. Обычно это и бывает. Амортизационная стойка спереди, торсионная подвеска сзади. Клиренс у автомобиля 145 см. Комплектация у нас сегодня G-шка. Это, наверное, самая жирная G-шка, которую я встречал. Далее есть G-Towering Selection, G-LED Selection. В этих комплектациях я не видел столько опций, как есть в данной G-шке. Как я всегда и говорю, что Toyota у нас богата на разнообразие именно опций. То есть у вас может быть S-ка, а жирнее G-шки получится в итоге. Из-за того, что при покупке Япония сюда больше опций напихал, чем у G-шки в штате. Просто вот, чтобы для понимания, как это происходит. И это, наверное, только у Toyota такая вот особенность покупки автомобиля именно там еще, в Японии. Здесь у нас обвес в круг, LED-полоски в фарах, линзы в фарах, противотуманные фары, входовые огни. Литье у нас на 17, второй комплект колес японец составил. Гибридная модификация, как обычно, в принципе. У Prius нет других. И так же, как полного привода, нет у Prius Alpha. Только передний привод у этого автомобиля есть. И выпускается он, кстати, до сегодняшнего дня, в настоящий момент. Даже вот сейчас с завода выезжает очередной Prius Alpha. 1.8 под капотом, 99 лошадиных сил. И, кстати, двигатель работает в паре с вариатором. Ты, наверное, хотел сказать планетарная коробка переключения передач. Ну, а в чем принципиальная разница тогда? Да я откуда знаю, мне вообще п***. Ну и все тогда, в чем проблема. Друзья, не обращайте внимания, это мой личный хейтер. Он всегда со мной иногда будет появляться, вставлять свое экспертное мнение. Но двигатель. 2 ZR-FXE, 99 лошадиных сил и гибридная установка на 60 кВт. Общая энергоотдача оценивается в 136 лошадиных сил. Это тот же самый показатель, что и у Prius в кузове Hatchback. Расход при таких показателях 5-7 литров на 100 километров. И, кстати, здесь у нас в комплектации 5 мест. И сама батарея, она находится там, половина за задней сидушкой, половина в багажнике. А если же мы получаем комплектацию на 7 мест, то батарея имеет уменьшенный объем внешний. Располагается она где-то под центральным бардачком. Но общая мощность у нее такая же, как и в данном случае. Просто использована другая технология для уменьшения вот ее размера. Просто, чтобы запихать ее в другое место. Не хотелось бы, чтобы вы обращали внимание на обвес этого автомобиля. Он может показаться слишком низкий. В данной комплектации он подойдет больше для поездок по городу. Если мы уберем эти обвесы, то автомобиль имеет довольно хороший клиренс для того, чтобы выехать на природу с семьей. И вот этот пример, это хороший пример, чтобы показать вам зимняя комплектация внешне чем отличается у Toyota. Многие клиенты-то у нас замечали, что у одного стопа красный отражатель, а у левого стопа он светлый. Вот такая особенность у Toyota в зимней комплектации. Ну, ничего сложного. Я всегда говорю о том, что в автомобилях можно спать, но никогда не показываю. Это хороший пример. У нас сложный задний ряд сидений и мы кладем сюда матрас надувной и в полный рост, при росте почти 2 метра, я сюда помещаюсь полностью и наслаждаюсь природой. Ну, не кайф ли? Кстати, для изощренных любителей у автомобиля есть комплектация с панорамной крышей. Комплектации у Prius Alpha начинаются так же, как и у обычного Prius. От самых бедных по опциях до самых просто напичканных. Здесь в комплектации полный кожаный мультируль, адаптивный круиз-контроль, контроль выезда с полосы, контроль до впереди идущего автомобиля. Эко-мод, EV-мод, подогрев дворников, автосвет, то есть с ближнего на дальний автоматически меняется. Система антиюза, автоматический климат-контроль с удобным управлением, огромный LED-дисплей магнитола, то есть аудиосистема просто шикарная у автомобиля, как и у любой Toyota. Кожаные обшивки, вставки по дверям, по торпеде, полукожный салон в целом комбинированный, то есть большой подлокотник, подстаканник здесь же под рукой. Большой подлокотник, я бы сказал, что это особенность Prius в целом в 30-м кузове и у Alfa в 40-м. Но у Alfa он не двигается, у 30-ки хэтчбэка он двигается еще вперед-назад, здесь такой стационарный подлокотник. Ну и в целом у автомобиля оценка аукционная 4,5 балла, 60 тысяч километров пробег. У него состояние просто идеальнейшее, состояние нового автомобиля. Да кому ты рассказываешь, 60 тысяч километров, он умрет скоро, еще и сидушка проперженная японцем. Хе, сказочник. А где ты видел в России, хоть российский автомобиль, хоть европейца с таким пробегом и в таком состоянии? Да они в большинстве своем мертвые уже. Ну, сука, какой умный. А так и есть, друзья, автомобили с Японии чаще всего приходят в состоянии нового автомобиля. И что касается в данном случае, он гибридный, да, и многие боятся, а что с ним на 60 тысяч километров? А что с ним будет на 100 тысяч километров? Ничего. Если вы автомобиль берете в таком состоянии, ничего с автомобилем не будет. Будете ездить еще и радоваться как минимум, как минимум пока сами его не убьете. Ну и друзья, это идеальный автомобиль в плане совмещения двух характеристик. Очень важный характеристик для семьи. Это вместительность и экономия топлива. Возможно, не только для семьи. Ну и на такую комбинацию ценник начинается от 1 миллиона 100 тысяч рублей. Данный вариант 2018 года. Мы немного подождали, придержали его в Японии, чтобы он стал проходным, то есть старше трех лет. Пробег у него 60 тысяч километров. Топовая комплектация, топовые опции. И он обошелся с пробегом 60 тысяч километров в полтора миллиона рублей. Не дешевое удовольствие, но и состояние, комплектация автомобиля одна из топовых. Ну и ценник, он варьируется очень сильно, потому что можно привести 13, 14, 15 год как непроходные. И там, возможно, даже подешевле будет. Возможно, вы захотите больше пробега, вам не важен там маленький пробег. И консультация, она всегда бесплатная. По контактам, в описании и каталог, который размещен на нашем сайте из статистики аукционов и считает цену по актуальным курсам со всеми расходами. Поэтому добро пожаловать, друзья. Ну а данному автомобилю я поставлю оценку 9 из 10. По моему мнению, ему не хватает только полного привода. Ну а так, в целом, он заслуживает вашего внимания и полностью оправдывает свои деньги. Ну а вам большое спасибо за просмотр данного видео. Не забывайте написать свое мнение в комментарии, поддержать нас лайком, репостом, ну и подпиской на канал. С вами был Константин, компания Priority Auto. Я всем желаю удачи. Пока. Компания Priority Auto. Надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии. Подбор автомобиля. Покупка, доставка, растаможивание. Priority Auto. Ваш надежный поставщик.